МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рекордный неурожай. Репортаж программы о неприятных сюрпризах сезона Цитрусовых. От закона не уйдет никто. Президент Рауль Хаджимба провел брифинг на тему незаконного строительства в республике. Глава государства рассказал о конкретных мерах, которые будут приниматься в отношении недобросовестных застройщиков. Президент также прокомментировал операцию с участием службы судебных исполнителей в Питсундо-Мюсерском заповеднике. Амелия Саторян продолжит тему. К сожалению, в Абхазии пока нередко случается, что люди, не имея соответствующих документов и разрешений, возводят строения, которые совсем не вписываются в среду, будь то города или любая другая местность. Это произошло и в Питсунском-Мюсерском заповеднике, который, ко всему прочему, является и природоохраняемой территорией. Произошло это не сегодня, а имело место, к сожалению, еще и вчера строительство незаконных строений в этой заповедной зоне, где в советский период уделялось огромнейшее внимание сохранению этого реликтового парка. Порой именно перспектива заработка толкает людей на различного рода незаконные действия. Ситуация в заповеднике тому подтверждение. За основу мы взяли закон, а сразу после судебного решения приступили к конкретным действиям в отношении застройщика-нарушителя, подчеркнул глава государства в ходе брифинга. Но мы ждали решений суда. Я думаю, вам известно о том, что нашлись люди, которые пошли по пути закона. Одно из строений было убрано самим хозяином. По другому строению, которое прошло через судебные рассмотрения, и по которому было принято решение о сносе, было ли принято соответствующее действие. Власти обещают и в дальнейшем в полной мере обеспечивать исполнение судебных решений в области несанкционированного строительства в любой части республики. Ответственные чиновники понесут наказание за произвол на подконтрольной им территории, заявил Рауль Хаджинба. Мера ответственности по отдельной категории лиц уже наступила. Кто-то снят с работы. По отдельным лицам ведутся соответствующие работы. Возбуждены даже уголовные дела. Что касается чиновников различных звеньев, которые предоставляли те или иные документы, или вообще не представляли, но на глазах этих чиновников происходили незаконные строения, наступят и для них соответствующие, поверьте, меры, наказания. Будет это отстранение от работ или дальнейшее разбирательство по этим делам, это время покажет. Каждый человек должен отчетливо понимать степень своей ответственности, когда ставит собственные интересы выше общегосударственных. Как бы там ни было, как бы ни пытались говорить о том, что процессы, связанные с выдачей соответствующих документов, затягиваются, каждый из них прекрасно знает, что это территория реликтового парка. И никто никогда не согласится с тем, чтобы на этой территории строились бы те или иные объекты. Прецедент такого рода, который имеет место сегодня в Питсунде, он должен быть примером для того, чтобы не допускать в последующем такого рода незаконные строительства. Вот о чем идет речь. А компенсация, так называемая, о которой вы говорите, никакой компенсации со стороны государства не будет. Никто не уйдет от закона, категорично заявил Рауль Хаджимба. Там, где будут соответствующие материалы и будут представлены документы, которые свидетельствуют о том, что это незаконное строительство. Независимо, я еще раз говорю, где бы это ни было, кто бы за этими стройками не стоял, будут проводиться соответствующие работы. Исполнение судебных решений в республике обеспечивается службой судебных приставов Министерства юстиции. В ближайшее время при поддержке государственной власти структура вновь созданного в ведомство будет укрепляться и развиваться. БОС заявляет, блок оппозиционных сил выражает крайнее недовольство работой Генеральной прокуратуры республики. Наблюдая за работой Генеральной прокуратуры и ее структур в городах и районах, оппозиция рассчитывала, если не на кардинальные изменения в подходах и качестве работы, то на позитивные тенденции, позволяющие смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом, отмечается в заявлении блока оппозиционных сил. Однако, по мнению БОС, ни перелома и оздоровления ситуации, ни даже намека на перемены так и не наступило. И персональную ответственность за такое положение вещей, по нашему глубокому убеждению, несет Генеральный прокурор Зураб Ачба, заявляет блок оппозиционных сил. Главный враг внутри текущей обстановки в стране, возможные методы борьбы с коррупцией, экономическим и социальным кризисом обсудили на встрече общественности с депутатами. Инициаторами мероприятия выступила группа граждан, не относящие себя ни к одной из политических сил. Подробнее в материале Леоноры Гелаян. О ситуации в стране принято говорить часто, на разных площадках и с различными предложениями. Да и само слово «ситуация» столь многогранна, что не сразу понятно, о какой сфере идет речь. В этот раз организаторы начали с главного. Ветеран Дмитрий Аргун в своем выступлении подчеркнул отсутствие у страны внешних врагов, но и наличие таковых внутри. Я понял для себя, что мы сами себе портим, сами себе враги, потому что мы разделились, и у каждого свое мнение. Стандарты стали двойные, иногда и тройные. И за эти стандарты человек умереть готов. Все в споре, в диалоге, и жизнь задаст за этот стандарт свой. Много говорилось о провальной политике государства в самых разных областях. Выступающие отмечали слабость силовиков, общую некомпетентность чиновников и, главное, тотальную коррупцию. Так один из организаторов встречи Астамур Кокаля выступил со следующим предложением. Парламенту Республики Абхазии ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН по противодействию коррупции. Любой чиновник, который не может заполнить декларирование, 14 тысяч зарплаты, 3 особняка, 8 геленвагенов, априори считается преступником в цивилизованной стране, моментально увольнение с работы. Сразу. Часть присутствующих с Астамуром согласились. Правда, как отметил председатель партии Айнартенгис Джопо, взгляд на коррупцию в стране несколько изменился. У нас в нашей стране, знаете, кто-то, один из чиновников сказал, что в нашей стране нет коррупции. Я абсолютно с ним в этом согласен. В этой стране коррупции нет. И ее нет потому, что у нас коррупция приняла институциональный характер. У нас государство, вот если мы все перестанем сейчас в нашей стране брать деньги, у нас государство развалится, потому что она опирается на неформальные схемы взаимоотношений внутри. Мы так привыкли к этому. Это в начале, после войны, это было скромно, тихо, где-то кулуарно. Сейчас это нормальное явление в нашей стране. Вторым пунктом, вынесенное обсуждение, стало внедрение системы конкурсного подбора кадров на госслужбу. Наши чиновники, если я в цивилизованной стране, где устоялась демократия, привел своего родственника просто потому, что я начальник на работу, без конкурса, документов, без стажа, без элементарного собеседования, то я сразу решаю занимаемые должности. В Абхазии можно занять министерство, ведомство, собрать своих родственников и говорить об на унах за наших рабин. Более двух часов продолжалась встреча. Были затронуты и другие немаловажные вопросы. Элеонора Гилаян, Торник Амичба, Абаза ТВ. Международные новости. Баша Рассет выразил благодарность президенту Абхазии за поддержку в разрешении кризиса, затронувшего Сирию путем национального диалога. Об этом говорится в приветственном адресе президента Сирийско-Арабской республики Наим Рауль Хаджимба. Каталонский кризис Испании рассматривает возможность легализации референдумов о независимости, чтобы справиться с проблемами, которые вызывает Каталония. Об этом, как передает BBC News, сообщил министр иностранных дел страны Альфонсо Дастис. Мы создали парламентский комитет, чтобы исследовать возможность внесения в Конституцию положений, учитывающих чаяния некоторых каталонцев. Но решение должны принимать все испанцы, пояснил министр. Напомним, каталонский парламент провозгласил независимость от Испании 27 октября. Испанское правительство в ответ распустило каталонский парламент и ввело в мятежном регионе прямое управление. Конституционный суд Испании признал недействительную резолюцию о провозглашении независимости Каталонии. Досрочные выборы назначены на 21 декабря. Между тем, председатель парламента Каталонии и еще пять членов президиума в Мадриде дают показания в Верховном суде Испании. В отношении них прокуратура предъявила иск в связи с процессом, направленным на отделение этого автономного сообщества, говорится в заявлении испанского суда. Прокуратура выдвинула обвинения в организации восстаний, мятежей и растрате госсредств. В общей сложности эти преступления караются с 48 годами тюремного заключения. Вернемся к делам внутренним экономикам. Картами А проплачено товаров и услуг на сумму более 1 млрд рублей. Как сообщается на официальном сайте Национального банка Абхазии, держателю карты, чья транзакция позволила преодолеть миллиардный порог, был вручен ценный подарок. Впервые в истории национальной платежной системы объем операций в торгово-сервисных предприятиях республики за 11 месяцев текущего года превысил 1 млрд рублей. Тогда как в 2016 году держатели карт Абпра оплатили товары и услуги на значительно меньшую сумму – 452 млн рублей. Сюрпризы сезона цитрусовых. 2017 год стал неурожайным для республики по ожидаемым сборам цитрусов. Уже сейчас Министерство сельского хозяйства прогнозирует значительный спад собираемости культур. Причин тому несколько. Ливневые дожди, заморозки, а также мраморный клоп. О положении на цитрусовых плантациях на примере Гулрыбшского района Илана Казанба. Этот год, как прогнозируют специалисты, удивит многих сельхозпроизводителей. Сюрприз этот будет весьма неприятным. В некоторых районах ожидаемые показатели сбора цитрусовых уже упали аж в три раза. По Чемчирскому району я говорю сейчас по общественному сектору. При плане 337 тонн в этом году ожидаемый урожай 45 тонн. Вот вы представьте, видите, да, какая разница. То, что касается Творчальского района. При плане 322 тонны ожидаемый урожай 113 тонн. Ну и так далее. Галовский район 850 тонн. Ожидаемый 505 тонн. Не лучшая картина в общественном секторе западных районов Гагарском и Гудаутском. Такие низкие показатели ожидаемого урожая вызваны несколькими причинами. Погодные условия, мраморный клоп нанесший вред не только мандаринам, но и другим культурам. Но главной причиной, отмечает замминистра сельского хозяйства Владимир Дауров, является ненадлежащий уход арендаторов за плантациями и неизбежное старение мандариновых деревьев. Не уделяю достаточного внимания, чтобы получить качественную, хорошую продукцию, надо, конечно, заниматься деревьями, вовремя проводить все агротехнические мероприятия, что очень важно. И один из важных таких факторов, что у нас уже те деревья, которые у нас есть, цитрусовые, они с каждым годом устаревают уже биологически старые деревья, которым уже более 50 лет. Чтобы увидеть картину наглядно, мы отправились в цитрусовую житницу страны, Гулорыбшский район. Положение и правда не радует. На плантациях много пустых деревьев, и здесь агрономы также прогнозируют низкий урожай. Каждый год производили в госсекторе до 1500-1800 тонн. В этом году в связи с тем, что это госсектор, в связи с тем, что холодная зима и холодная весна сказалась на урожайность. В этом году от 600 до 650 до 700 тонн. Больше госсектор не сможет. Частный сектор, если каждый год мы собирали в частном секторе от 12-13 тысяч тонн и выше, то в этом году где-то до 7 тысяч тонн. То есть опять минус урожайности. На 92 гектарах совхоза «София» растут около 42 тысяч корней мандаринов. С самого начала цветения специалисты проводили все необходимые процедуры для получения высоких результатов. Однако ни обрезка, ни обработка химикатами не смогли повысить показатели урожайности. Все дело в том, что во время цветения цитрусов на район обрушились ливневые дожди, которые стали причиной осыпания и гниения многих цветов. Оттого и показатели отмечает главный агроном совхоза, вряд ли обрадует производителей. Ну мы когда урожайный год, обычно мы собираем 500-600 тонн, но в этом году год не урожайный, мы больше 300 тонн не собираем, потому что оттуда 300 тонн, если мы соберем, минус оттуда нестандарт. Есть битые, поврежденные такие, калибр небольшой, их приходится отбрасывать. Все дело в том, что нестандартный урожай нам девать некуда, нет ни консервной, ни другие цеха, чтобы просто мы грузим на машину и выбрасываем в поле. И это несмотря на то, что в совхозе своевременно проводили все запланированные мероприятия по уходу за деревьями, плюс организовали две неплановые обработки против мраморного клопа. Провели три лечения, три оприскивания, покосили два раза. Также мы оприскивали против клопа вонючего, который в народе говорит клоп вонючкий, который наносит, если упустить момент, он наносит очень большой вред. Но мы этот момент поймали, следим, все бригадиры, все агрономы следят. И мы два раза, две лечения, вот как можно сказать, неплановые провели. Сбор урожая начнут только на следующей неделе. Однако уже сейчас агрономы говорят о том, что придется производить выборочный урожай. Собирать мандарины будут в несколько этапов. Сортируют цитрусовый в госсекторе по трем сортам. В Министерстве сельского хозяйства отмечают, что после сбора урожая будет дана соответствующая аналитическая оценка ситуации. И если на погодные условия Минсельхоз повлиять не может, то уж с мраморным клопом в наступающем 2018-м учреждение собирается вести активную борьбу. Продолжаем выпуск. Урок добра пройдет в школах Абхазии 13 ноября. Всемирный день доброты существует более 20 лет и объединяет множество стран. С 2014 года акции «Урок добра» этот праздник отмечают и в Абхазии. Анастасия Никонова с подробностями. Четвертый год, 13 ноября, во Всемирный день доброты, в нашей стране проходят уроки добра. Инициатором столь необходимого в современном мире урока стал Культурно-благотворительный фонд «Ашана». По словам директора фонда Мактины Джинджолия, в этот день дети с помощью взрослых рассуждают о добре и зле, о поступках, которые могут изменить в лучшую сторону жизнь человека, нуждающегося в помощи. Основная цель – это воспитать в детях стремление совершать добрые дела. Нам кажется, что дети с самого раннего детства, если будут в школах, раскрывая такие понятия, как добро, зло, справедливость, они уже в будущем не смогут совершить какие-то злые дела, какие-то преступления. И эту важность, значит, подхватили все. Школы активно проводят, отмечают этот праздник, волонтеры активно участвуют. И он стал таким всенародным, любимым праздником в году. Третий год. Урок добра преподает волонтер фонда, журналист Лана Абшилава. По признанию девушки, каждая акция делает ее только счастливей. Понимание того, что своим незначительным поступком. ты можешь помочь и преподать пример бесценно, подчеркивает учитель добра. На самом-то деле, каждый из нас может внести свою лепту в благое дело. Своим каким-то минимальным, казалось бы, поступком, но помочь общему доброму делу. Часто встречаюсь с мнением, для чего нам нужны, например, те же перепосты в соцсетях той или иной акции. Для чего нам отправлять смс-сообщение, если наши какие-то там 25 рублей не могут помочь больному ребенку. На самом деле, это все очень важно. Важно своим личным примером показать, что можно поддержать и в минимальной степени, хотя бы в минимальной степени помочь тяжело больным деткам. Несколько лет назад идею проведения добрых уроков поддержало Управление образования Сухума. Эти несколько часов воспитывают в детях стремление совершать самые добрые и бескорыстные поступки, убеждена начальник управления Людмила Адлиба. Весь год дети стараются на классных часах, на уроках труда творить добро. В эти дни, 13 ноября, в школах и в детских садах будут организованы выставки распродажи поделок, потом сладости. Да, все это будет распродаваться и заработанные денежки будут передаваться в культурно-благотворительный фонд Ашана и может быть и в Кераз. Они там собирают тоже одежду, книги. 13 ноября в школах страны пройдут уроки добра. По словам организаторов, в этом году волонтерами проекта станут 40 человек. Первый международный форум «Горная Абхазия» пройдет 24 ноября в Москве на площадке Международного пресс-центра МИА «Россия сегодня». Форум «Горная Абхазия» – это площадка для экспертно-аналитической поддержки и развития совместных проектов двух стран в области культурного наследия, археологии, поискового движения, экологии и туризма. Форум проводится под патронатом движения «Послы доброй воли Абхазии». В мероприятии могут принять участие все желающие. Культура, данс-мьюзик, пиано-дуо. Новую программу представят на сцене Абхазской государственной филармонии 30 ноября. Нинель Бжани и Гулиза Авитсба. Дуэт выступит в сопровождении Государственного камерного оркестра Республики под руководством главного дирижера, заслуженного артиста Абхазии Давида Терзян. Черноморэнерго сообщает в связи с ремонтно-профилактическими работами на высоковольтной линии Альпийская и Жуэквара 10 ноября с 10 до 17.00. Будут обесточены подстанции Гагра-1, Гагра-2, Холодная речка, Цандрипш, Тяга, Гечрюбш и все потребители, получающие электроэнергию от этих подстанций. Руб Черноморэнерго приносит извинения за доставленные неудобства. Сейчас о погоде. В пятницу 10 ноября в столице переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем 17, с ночью 11 градусов. А на этом пока все. Следите за развитием событий вместе с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова